Ветеранские организации 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 Вот так недавно у нас ввел прием директор департамента дорожного хозяйства Титов, который, так сказать, ответил на насущные вопросы ветеранов. И в работе общественной приемной, она у нас проводится по четвергам, информация в газете «Ветеран Севастополя», кто там у нас очередной приглашается, в какое время, и записываются люди, и приходят на прием. Значит, у нас за это время уже более ста человек посетило общественной приемной. Очень такая форма хорошая, испытанная, проверенная, и конкретный вопрос, конкретные ответы дают представители органов власти. То есть пользуются популярностью, такая форма общения, да? Ну, жизнь состоит не только из проблем, но и из радостных событий разных праздников. Вот 9 мая, наверное, самый такой любимый священный праздник. Скажите, пожалуйста, как ваша организация будет его отмечать? Значит, ну, я хочу сказать, что для меня является День Победы. Для меня, как внука участника битвы за Сталинград и Кавказ, День Победы сосисирует со словами всех любимой нами песни День Победы. День Победы – это праздник со седой на висках, это радость со словами на глазах. День Победы – это самый значимый и любимый праздник севастопольца, потому что нет такой семьи, которая бы не затронула Великая Отечественная война. Значит, в ходе мероприятий, праздничных мероприятий ветераны нашего города принимают участие во всех мероприятиях городских. Это и захоронение останков защитников Севастополя на мемориальном кладбище на Дергачах. Это и участие в награждении победителей военно-патриотической спортивной игры «Зарница» возле мемориала защитников Севастополя. Это и историческо-патриотический фестиваль «Знамена Победы» на Сапунгаре, где будет проводиться историческая реконструкция штурма Сапунгары 7 мая. Это международный фестиваль «Высота горная», тоже с реконструкцией боя «Высоты горной» и выставка автомобильной, ретроавтомобилей. Торжественное мероприятие, посвященное 150-летию создания Красного Креста. Ну и, естественно, участие в параде Севастопольского гарнизона, параде Победы. Ну и, естественно, любимое и значимое для всех горожан – это истинно народное шествие бессмертного полка. Во всех этих мероприятиях принимают участие ветераны, и накануне праздника они встречались с учащимися в городских учебных заведениях, выступали на уроках мужества, встречах, на митингах, выложения цветов и так далее. То есть довольно насыщенная такая, в общем-то, жизнь и общественная, и вот в школы приходите, то есть патриотическое воспитание одно из первых мест, наверное, занимает, да, в деятельности организации? Ну, к примеру, сейчас я сюда ехал в троллейбусе на запись, вот, и встретил ветеранов, которые ехали в детский садик, встречаться с детьми, и опять же, патриотическое воспитание с такого возраста уже ведется в нашем городе. Вот мне еще хотелось бы сказать, что активная работа у нас ведется по патриотическому воспитанию молодежи совместно с молодежью города. Так недавно у нас проходила традиционная встреча поколений, традиции ветеранов на средства молодежи, совместно с участниками всероссийской программы «Патриот», участниками которой являются студенты Черноморского филиала МГУ имени Ломоносова. Слушай, пожалуйста, как сами ребята реагируют на подобные мероприятия? Как они участвуют в них? Насколько они активны? Что они спрашивают? Ну, вы знаете, я специально сел среди учащихся на этом встрече поколений. Ну, как обычно, там разговоры, шутки, смех, смартфоны и так далее, но когда начали выступать ветераны, рассказывать, там у нас часто было шесть ветеранов, то сразу притихли, ушки на макушке, все сосредоточили внимание на сцене. То есть это интересно, значимо и познавательно для детей. — Ну да, в общем-то, изучить историю страны таким вот образом, узнать из первых уст, что происходило когда-то очень давно, это дорогого стоит. Скажите, пожалуйста, как у севастопольца, хочу вас спросить, как у внука, ветерана войны. Скажите, пожалуйста, что такое патриотизм? Это только ли это милитаристическая такая составляющая, или это что-то нечто более многогранное? — В чем проявляется любовь к родине еще? — Ну, знаете, как севастополец, мне кажется, что дети, жители Севастополя, они впитывают вот этот патриотизм, дух патриотизма, пропитан, ну, как и кровью каждую пять земли нашей священной земли. Вот поэтому это, кажется мне, генетически в нас входит, и мы этим гордимся, мы этим посчитаем, мы этим чтим и продолжаем традиции наших, так сказать, старших поколений. — Скажите, пожалуйста, вот перспективы вашей организации на ближайшее время, также продолжать взаимодействовать, наверное, с органами власти, с теми, кто участвует в организации, с молодежью сотрудничать? — Ну, у нас, да, мы сотрудничаем с Центром патриотического воспитания молодежи, Департамент образования, с учебными заведениями города, с другими организациями общественными. Вот, кстати говоря, у нас в конце этого месяца будет проходить турнир по мини-футболу, Кубок Победы, в котором принимают как ветераны, так и учащиеся в наших школах, посвященные, естественно, Дню Победы и Дню Освобождения города-героя Севастополя. — Желаю ветеранам Победы в этом турнире. — Спасибо. — Праздник приближается, и хочется услышать от вас слова поздравлений для всех, кто будет отмечать его, это и ветераны, и все-все, кто живет сейчас благодаря их подвигу. — Дорогие ветераны, жители и гости нашего города-героя, поздравляю вас с великим праздником Победы. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, большого семейного счастья, успеха в ваших делах и долгих лет жизни. — Быть веселым и жизнерадостным не только в праздничные, но и в будни. С праздником вас, дорогие ветераны. — Большое спасибо. — Пожалуйста. — Спасибо. Это была программа «В контексте». Об основных направлениях работы региональной общественной организации ветеранов говорили с первым заместителем ее председателя Игоря, Игорем Кульчановским. Будьте в курсе событий с информационным каналом Севастополя. До новых встреч и с наступающим праздником. Субтитры создавал DimaTorzok